МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует Международная служба новостей телеканала ТБН в студии Инна Соболонкова. Здравствуйте! Поговорим о событиях этой пятницы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новая часть света Земли. Ученые нашли восьмой континент, который прятался в течение тысячелетий. Семилетнюю британку пригласили на работу в Гугл после школы. Церковь предоставила убежище мексиканке, которой грозила депортация. На Земле есть седьмой геологический континент под названием Зиоландия. И он прятался на планете в течение тысячелетий. Американские исследователи пришли к выводу, что на нашей планете существует не семь, а восемь континентов. Опираясь на данные последних исследований, специалисты заявили, что Зиоландию можно смело называть континентом. При этом, по их словам, в него входит как Новая Зеландия, так и Новая Каледония. Теория существования Зиоландии впервые была выдвинута еще в 1995 году. Новый континент описан по четырем основным принципам. Во-первых, его земля находится достаточно высоко относительно дна океана. Во-вторых, на нем существует разнообразие трех типов пород – магматические, метаморфические и осадочные. В-третьих, у континента более толстая и менее плотная часть коры по сравнению с окружающим дном океана. В-четвертых, четко определенные границы вокруг достаточно большой площади, что позволяет считать эту территорию континентом, а не микроконтинентом или континентальным фрагментом. Когда специалистам удастся предоставить еще больше доказательств, Зиоландию официально признают новой частью света. Семилетнюю британку пригласили на работу в Google сразу после школы. После разговора с отцом об идеальном месте работы, школьница из Великобритании Хлоя Бриджуотер решила написать лично главе Google о том, что она мечтает работать в этой компании. В своем письме девочка призналась, что испытывает большой интерес к роботам и компьютерам, а также ее привлекает, что в офисе Google есть горки, пуфики и трасса для картинга. Каково же было удивление родителей и самой девочке, когда 3 февраля они получили личный ответ от главы корпорации. Сундар Печаев предложил девочке прислать настоящее резюме сразу после окончания школы. Он сказал, что любые мечты могут стать реальностью, если очень сильно хотите и упорно трудиться. По словам отца девочки, ответ Печаев вдохновил Хлою на еще более усердную учебу. Родители надеются, что эта история поможет дочери вернуть уверенность в себе, после того, как несколько лет назад девочку сбила машина. В Турции из глубокого колодца спасли щенка с помощью роботизированной руки. В пригороде Стамбула спасателям удалось вынуть из 70-метрового колодца щенка, который провел там 11 дней. Щенок породы Кангал упал в свежепробуренный колодец шириной всего 30 сантиметров. Его заметили местные жители и вызвали пожарных. Вытащить пса не удалось несколько дней ни сеткой, ни другими средствами. И все это время ему спускали вниз еду и питье. Спасти четвероногого смогли только благодаря студентам высшей школы науки и технологии Бихчи Шехир. Молодые ученые привезли к колодцу роботизированную руку и к собственную разработку. С ее помощью спасатели освободили щенка за несколько часов. В России ищут своего героя. В Екатеринбурге пытаются найти мужчину, который спас мальчика в метро. Камеру видеонаблюдения засняли, как второклассник ходит по перрону и увлеченно разговаривает по телефону. Не замедляя шаг, он подошел к краю платформы, не заметил этого и упал. Поезда не было, но встать ребенок не смог. Как позже установили врачи, у него случился серьезный перелом тазобедренного сустава. Один из прохожих, не раздумывая, спрыгнул на рельсы и быстро поднял мальчика. Ну а прибежавшие на помощь полицейские вызвали скорую помощь. Сейчас восьмилетний школьник находится в больнице, а родители ребенка, между тем, пытаются найти спасителя сына. Церковь предоставила убежище мексиканке, которой грозила депортация. Жанет Визгера является нелегальным мигрантом. Она вместе с мужем приехала в США 20 лет назад и незаконно осталась в стране. Все это время она пыталась получить особую визу для жертв насильственных преступлений. И миграционная полиция раньше продлевала ей вид на жительство. В этот раз представителю Визгеры вручили требования о депортации. Напомню, в начале февраля новый президент США Дональд Трамп распорядился ужесточить правила депортации нелегальных мигрантов. В течение недели по всей стране были задержаны почти 700 человек. В США проживают более 11 миллионов нелегальных мигрантов, из которых мексиканцы составляют почти половину. Трамп выступает за строительство стены на границе с Мексикой. И в Белом доме оценили ее стоимость в 22 миллиарда долларов. Предоставить убежище мексиканки смогли в одной из церквей Денбера, штат Колорадо. К слову, в 2014 году в той же Денберской церкви смог найти временное укрытие еще один нелегальный мигрант, пока власти не отказались от намерения депортировать его. Продолжит выпуск моя коллега Жанна Мамилова. Его святейшество возвратится в Грузию в понедельник. Все процессы протекают благополучно, поэтому по решению врачей и пожеланию патриарха возвращение на родину состоится в кратчайшие сроки, сообщил Жвания. Что касается следствия, по делу о покушении на отравление патриарха, по словам Жвания, необходимо, чтобы генпрокуратура, расследованию которой оказывается доверие, огласила дополнительную информацию. Синод церкви Англии отклонил проект резолюции, в которой утверждается взгляд на брак как исключительно союз мужчины и женщины, и отвергается благословение однополых союзов, передает Благовость.Инфо. Документ одобрили 43 члена Палаты епископов против одного, и 106 членов Палаты мирян против 83, а Палата духовенства его отклонила. Таким образом, проект был отклонен, поскольку для его утверждения необходимо одобрение всех трех палат, из которых состоит Синод. Теперь предстоит подготовить новый проект резолюции. Результат вызвал воодушевление среди ЛГБТ-активистов, которые провели публичную акцию в преддверии обсуждения документа. Напомним, что в 2013 году Англиканская церковь отменила запрет на возведение священников-геев в сан епископов. А в 2015 году английский священник Эндрю Кейн, который вступил в брак со своим партнером, был избран в Синод. Легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко признался, что основным мотивом его поединков является вера в Бога, сообщает Интерфакс. «Как я отношусь к тому, что меня называют величайшим всех времен? Я бьюсь только для того, чтобы прославить христианскую веру и Господа Бога Иисуса Христа», заявил Емельяненко журналиста в преддверии боя с американцем Мэттом Митрионом. При этом Емельяненко добавил, что его популярность для него очень утомительна и напрягает. Он посоветовал молодым спортсменам никогда не превозноситься, не считать себя выше, лучше, потому что потом больнее падать. Ранее боец рассказывал, что перед выступлениями молится и никогда не чувствует злости к соперникам. Христианин Басуки Пурнама обошел своих мусульманских соперников по результатам первого тура выборов на пост мэра Джакарты, несмотря на многотысячные протесты последователей ислама и данные соцопросов, передает РИА Новости. Пурнама, который является действующим главой города, получил 43% голосов его ближайшие преследователи, мусульманский кандидат, экс-министр образования Индонезии Айнес Басвидан, 39% голосов. Однако политики набрали недостаточное количество голосов, второй тур состоится в апреле. Слава богу, но борьба еще не закончена, хотя некоторые социологи говорили, что никто не проголосует за, сказал Пурнама. Накануне голосования десятки тысяч мусульман устроили в мечетях акции протеста против Пурнамы. Нынешний глава Джакарты вызвал гнев мусульманского сообщества страны, обвинившего его в осквернении Корана. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbandefis.tv.com А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»